Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики! Здравствуйте, дорогие товарищи, не товарищи, знакомые, незнакомые. Самое главное, что вы находитесь сейчас у меня на кухне. Ну вот так случилось. А я вам расскажу вот что. Недавно в одном из роликов я рассказывал про свое детство в поселке Приморск. Вы знаете, просто после просмотра удивительным образом нашлись мои одноклассники. Я сейчас состою в группе прям тех людей, с кем я учился 1, 2, 3 классы. Это такая ностальгия моего детства и вообще. Скоро переменую свой канал в Ищи меня. Стоит мне кого-то вспомнить, как этот человек сразу же находится. Оказывается, мои одноклассники меня смотрят. Низкий поклон, уважуха. Я прям очень этому рад, доволен. И когда нашлись одноклассники, ходил целый день с такой лыбой. Главное, чтобы рожа не треснула, как я всегда говорю. Так вот, пометуя о том, что в своем детстве, а жил я в деревнях, а значит в Приморске, потом в Зеледеево, всегда было проблематичным в деревнях на завтрак что едят. То, что осталось со вчерашнего стола. Так происходит и в Тавричанке, там допустим. Колбаска нарезанная, сырок все на стол. Яйца, если их нет, никто жарить дополнительно их не будет. Если были отварные со вчерашнего, отварные поставили. Борщ разогрели, картошка жарена и так далее. Для меня всегда было таким, знаете, как сказать, десертным завтраком. Сейчас, наверное, дети живут по-другому и любят что-то другое. Но французские гренки или гренки, которые обжаренные на сливочном масле, обернутые в яйцо, это, конечно, для меня всегда было очень вкусно. Я с большим удовольствием ждал, когда же мне родители приготовят такой королевский для меня в то время завтрак. Такой для ребенка, живущего в деревне, это реально королевский завтрак. Поэтому сегодня вот такое ностальгическое у меня такое настроение. Значит, смотрите, что я планирую сделать. Я купил сдобную булку. Да, сдобная почему? Как определяется, сдобная или не сдобная? Наличие сахара и сливочного масла. Это сдоба. В моем случае это бриошь, это может быть любая ленинградская булочка, ну или все, что вы знаете, такое мягкое, сливочное, сладкое, вкусное. Обрежу вот эти краешки, грибочки, потому что, ну, мне нравится больше без них. Хотя никто не заморачивается, никогда ничего не обрезает. И вообще сейчас я стою на пороге, так сказать, трендюлей за то, что что это такое обрезать. Ничего не надо обрезать, все нормально. И так все съестся. Если для человека это важно и вкусно, он съест все вместе с корками. Да, но, значит, я их отдельно приготовлю. Или высушу и буду добавлять в десерты. Или же просто-напросто обваляю отдельно в яйце и пожарю на отдельной сковородке. Вот. А сейчас мне главное сделать все очень красиво. И вам всегда рекомендую так делать, потому что, если вы стремитесь к красоте, то в итоге вы достигнете многих успехов в области сервировки блюда в том числе. Так, значит, гренки из сдобного хлеба у меня готовы. Все довольно быстро. Пару яиц я разбиваю в тазик. В зависимости от того, насколько у вас сладкая булка... О, кусок вылетел. В зависимости от того, насколько у вас сладкая булка, решите, сколько сахара вы будете добавлять к яйцам. Потому что яично-молочная смесь молока, кстати... Ну, у меня какое-то пленое было, я такое добавляю, там, в принципе, неважно. Можете сливок добавить, можете обычного... Можете даже обезжиренного добавить молока, там, 1-2%. Но я такие дома не держу, слава богу. Слава богу, у меня с этим проблем нет, поэтому я использую то, что... Я использую то, что у меня есть под рукой. Значит, сахар. Буквально немножко для того, чтобы яйцо стало вкусным. А в это время сковородка, которая стоит у меня вот тут. Делаю огонь не очень большой, пусть разогревается она медленно. Это стальная сковородка, она и так достаточно хорошо разогреется. Значит, я кусочек сливочного масла, небольшой. Потом сами решите, сколько вам там надо. И чуточку растительного, чтобы масло не горело. Потому что у нас все равно процесс обжарки будет происходить. Буквально 1 столовую ложку, там, 10 миллилитров налили на сливочное. Пусть оно там распускается. Да, если вы хотите, чтобы смесь ваша стала еще вкуснее, еще лучше, добавьте ванильный сахар. Ванилин, конечно, он химозой немножко отдает. Но тоже подходящая штука. У меня есть ванильная эссенция. Я ее чуть-чуть, знаете, для усиления вкуса и аромата пипеточку раз сюда добавлю. И все, у нас получается такой десертный омлетик. Чуть больше температуру. У меня уже маслица растопилась. И осталось, что сделать, обмакивать гренки и отправлять на сковородку. Значит, можно это все делать прямо здесь, около сковородки. Так лучше всего делать, потому что, ну, капать там и таскать все это не надо. Пару вилочек, греночки вперед. Все, обмазываем яйцом. Только делать это надо быстро, чтобы у нас ничего здесь не раскисло и не размокло. И сковородку возьмите побольше, а то не войдут все гренки. Гренки же, в принципе, готовы. Хлеб-то испечен, масло разогрето. Яйцу много не надо. Когда обжарились с одной стороны, сразу же быстренько переворачиваем на другую сторону, чтобы, не дай бог, не сгорели. Румянятся они с огромной скоростью, потому что и в самих гренках, и в яйце есть сахар. Сахар моментально становится такой румяный. Приготовились они довольно быстро. Сразу же лишнее все в раковину. Для того, чтобы сделать блюдо еще вкуснее, нам надо взять сгущенку. Но я знаю, что большинство родителей против сладкого, против большого количества сладкого. Если вы ребенка держите в ежовых рукавицах и вообще не даете ему сладкое, то иногда можно, знаете, греночки чуть-чуть, тоненькой стручкой полить немножко, чтобы он ел и прям плакал от счастья. Потому что для каждого ребенка мы благодарны нашим родителям, и я в частности, что меня ограничивали. Но конфеты я тырил в шкафу, и я находил от меня в доме, было бесполезно прятать конфеты. Потому что как каждый ребенок обожает конфеты и все сладкое, а тут раз дома никого нету. Опа! Ситуация складывается в мою пользу, думаю я. Пора лезть на шкаф. Все, получился такой пудинг, не пудинг, как сказать правильно, но они мягкие, нежные. Почему, например, из белого хлеба не так вкусно получается? Потому что белый хлеб, батон нарезной и так далее, он такой плотноватый. А булочка любая, сдобная, она же делается на дрожжах, делается пышной. Поэтому она, конечно, очень вкусная и классная получается. Я предлагаю грецкий орех. Миндаль можно, что угодно. Если взять острую терочку и потом вот так вот, оп, как будто пармезаном посыпали. О! У нас, кстати, эти терочки продаются на сайте. Это вообще я как бы фанат этих терок, и вы знаете, что три года я пользуюсь только супертерками. Поэтому смотрите сами, что происходит с грецким орехом. Выглядит великолепно. Грецкий орех тоже ведь богат всевозможными микроэлементами. В другой раз ребенка и не заставишь съесть целиком орех. А здесь даже никто и не догадается, если не видел ранее. Ну, это, конечно, десерт. Десерт это из чая вместе будет вообще великолепно. Так, вилочку и ножчик и пробовать. Любой ребенок вас потом раз целует за такой завтрак. Очень хорошо. Не, ну еще сдобная булка, конечно, делает свое дело. Вкус потрясающий. Это, в принципе, десерт. Если здесь еще сгущенка будет или, например, какое-нибудь варенье, ну, все, просто обычный десерт. Поэтому предлагаю вам его рассматривать как завтрак и как десерт. Ну, а сейчас супер. Я доволен. Чай мне тоже с молоком. Радуйте своих детей хорошим завтраком. Приятного аппетита. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова